По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия в 2007 году на пожертвование благотворителей и прихожан Троицкого храма поселка Измайлова на территории психоневрологического интерната села Остров была построена Казанская церковь. В небольшом храме каждую субботу проводится богослужение, а в праздничные дни Пасхи, Рождества Христова и престольного праздника Казанской иконы Божьей Матери, отмечаемого 4 ноября, для проживающих в интернате приход организует концерты духовных песнопений с раздачей гостинцев. Утро 4 ноября началось для проживающих в женском психоневрологическом интернате с божественной литургии в часовне в честь иконы Казанской Божьей Матери, расположенной на территории социального учреждения. Сегодняшний день праздничный для всей нашей русской земли, для нашего престольного города Москвы, ибо в этот день празднуется избавление от нашествия поляков в 1612 году. И поэтому мы сегодня собрались в этом храме для того, чтобы прославить Царицу Небесную, ее заступничество всегдашнее пред Богом, а нашей Святой Руси. Небольшой храм-часовня, в котором каждую субботу проходит служба, был построен 7 лет назад именно по инициативе священника Дмитрия Шпанько, настоятеля Свято-Троицкого храма поселка Измайлово. Мы уже 18 лет накормляем наше учреждение. У нас был раньше домовый храм такой небольшой. Потом за счет благотворительных средств выстроили этот храм. Это все батюшка, конечно, его силами, стараниями. Отец Дмитрий берет на себя и организацию паломнических поездок для сотрудников интерната и проживающих в нем, и проведение праздников. В День народного единства и престольный праздник храма Казанской иконы Божьей Матери психоневрологический интернат села Остров принимал у себя в гостях воспитанников воскресных школ видновского благочиния. Дети рассказали об избавлении Москвы от польско-литовских интервентов, выступили с духовными песнобениями, народными песнями и стихами. А у нас ведь как ведется! Праздник весь вокруг стесется! Колокольным звоном! Батюшкой Самбоном! Богородицу славим! И друзей не оставим! Будем в мире мы жить и друг друга любить! Ой, ку-ка-ку-ка-ку, давайте будем всех любить! Воспитанники воскресной школы миротворца из поселка Володарского представили зрителям специальную программу, с которой они недавно участвовали в конкурсе. Сюда мы приехали впервые, чтобы подарить людям радость, веселье и порадовать их. Приятным завершением праздника стало вручение гостинцев проживающим в доме-интернате. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.